В 1984 году в эту 17-летнюю девушку с огромными глазами влюбились все южноиндийские мужчины. Она сыграла главную роль в Телугу-фильме «Ситара», ставшем культовой классикой, а его саундтрек был признан хитом всех времен. Фильм получил три национальные кинопремии и был показан на нескольких кинофестивалях, в том числе в Москве. За свою карьеру Пхануприя появилась в 150 фильмах, преимущественно на Телугу и Тамильском языках, и получила целый букет престижных премий. Она родилась 15 января 1967 года в маленькой деревне штата Антхапрадеш. Позже семья переехала в Чинай, штат Тамилнаду, где красивую и талантливую девочку заметили производители. Однажды режиссер Пхагьярадж пришел в ее школу в поисках девочки-подростка, которая умеет танцевать. Он искал героиню для своего предстоящего фильма. Пхануприя занималась классическим танцем в стиле кичипуди и приглянулась режиссеру с первого взгляда. Он предложил ей фильм, но во время фотосессии почувствовал, что она еще слишком молода, и отказал девочке. После этого Пхануприи было стыдно вернуться в школу. Она уже рассказала всем, что собирается сниматься в кино, поэтому не хотела, чтобы одноклассники и учителя смеялись над ее провалом. Пхануприя решила разослать свою портфолио, и удача ей улыбнулась. В школу она больше не вернулась. На самом деле своей карьеры девочка обязана маме. В юности ее мама увидела в гостях у подруги, как та берет уроки танцев, и тоже загорелась попробовать. Но ее родители были очень строгими и ортодоксальными. Отец заявил, что дочь не должна шляться по чужим домам, а тем более думать об искусстве. С тех пор мама Пхануприи решила, что если у нее родится дочь, то она отдаст ее на танцы. Когда 14-летнюю Пхану утвердили на роль в тамильском фильме, мама растерялась и даже немного испугалась, ведь дочка была еще молода для главной героини. Она разрешила Пхануприи попробовать, но поставила условие – если фильм провалится, то дочка вернется к учебе. Ее первый тамильский фильм «Говори потише» 1983 года понравился зрителям, а вышедший вслед за ним Телужский Ситара принес Пхануприи всеиндийскую славу. В своих интервью актриса всегда говорила, что попала на большой экран только благодаря танцам. «Когда я впервые встала перед камерой, то не знала абсолютно ничего. В моих первых ролях танцам отводилась ключевая роль, потому что танцы – это то, что я действительно любила всей душой. Со временем я начала осознавать, что танцы и актерство – две разные вещи. Стала учиться мастерству, и роли приобрели разнообразие», – признается актриса. Мало кто знает, что ее настоящее имя – Мангапхану. У нее есть старший брат Гопи Кришнан и младшая сестра Шанти Прия, которая также является киноактрисой 90-х годов. В 1986 году у Пхануприи вышел дебютный фильм в Болливуде под названием «Дружба и вражда», где она сыграла в паре с Джетендрой, Ришей Капуром, Пунам Тхилон и Кими Каткар. На хинде среди запоминающихся фильмов с ее участием можно отметить «Король преступного мира», «Пощечина», «Невестка» и «Эгоист». Более 10 лет, с 1983 по 1995 год, Пхануприя была одной из ведущих актрис Индии. 14 июня 1998 года актриса вышла замуж за инженера цифровой графики и фотографа Адарша Каушала и переехала в США. Семья мужа была погружена в искусство. Свекровь преподавала в танцевальной школе Лос-Анджелеса, деверь играл на табле, а муж создавал прекрасные фотографии. В 2003 году Пхануприя родила единственную дочь Абхинаю. К сожалению, в 2005 году их брак распался. После развода актриса вернулась в Индию и возобновила карьеру. Она живет в Чинае со своей дочерью. Ее бывший муж умер в 2018 году после остановки сердца. Друзья, а вы помните эту актрису? Пишите в комментариях. Большое спасибо нашей подписчице Валентине за просьбу рассказать о Пхануприи. С вами была Мила, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok